Всем привет! С вами Оксана Майкова, автор и ведущая портала Твой дом в Испании, руководитель школы сам себе риэлтор. Это школа профессионального покупателя, где мы помогаем инвестировать в недвижимость Испании, обучаем людей инвестировать в недвижимость максимально выгодно и безопасно. Работаем с людьми средним бюджетом. Если у вас нет миллионов, если вы хотите просто, у вас есть такая мечта, иметь домик или квартиру на берегу моря, получать с нее пассивный доход и действительно зарабатывать самим, не давая возможности заработать кому-то другому, а зарабатывать именно самим. То есть вот для этого мы создавали эту школу. Школа работает первый год, она была открыта в январе 2015 года, то есть и уже выпущено три потока. И я с удовольствием представлю вас, вам Анатолия, который прошел обучение, прошел полное обучение в нашей школе и уже имеет определенные результаты. Небольшую историю сейчас Анатолий вам расскажет. Кто ли ты, откуда приехал? Я приехал в прошлом году из Эстонии с целью построить здесь свой бизнес в сфере недвижимости. Немножечко объясню, да, то есть, Толь, чем ты занимаешься, как в сфере, ты или элтор, кто ты? Не, я простой гражданин, в Эстонии это не основной мой был заработок. Я рассматривал варианты покупка бюджетной недвижимости с целью ремонта и дальнейшей перепродажи. То есть, в принципе, нормальный старт, нормальное начало. Анатолий приехал в апреле прошлого года, правильно? Да. В апреле прошлого года и цель была следующая, то есть, купить квартиру, сделать ремонт и заработать на ней. Сколько ты ставил целью? Ну, планировал я изначально 10 тысяч заработать. Где-то 10 тысяч, то есть, вполне реально. По времени расчеты были, сколько ты планировал заниматься ремонтом и сколько реально у тебя ушло на это время? Ну, рассчитывал все-таки за месяц ее сделать, поскольку квартира была небольшая. Но, поскольку здесь все для меня оказалось новым, все абсолютно, конструкция домов и стройматериалы, опять же, небольшие проблемы с общением, отсутствие каких-либо знакомств и необходимых контактов, поэтому по времени, конечно, ушло достаточно много времени. Сколько? Два месяца у меня ушло на обустройство. Два месяца ушло. Когда ты продал квартиру, давай сразу к финалу. То есть, был большой плюс в том, что Анатолий сделал эту квартиру небольшую, да, студия была, сделал эту квартиру по европейскому стандарту. Я вам точно скажу, что на испанском рынке подобные ремонты, ну, они как бы, их нет, да, то есть, все быстренько как-то так, вот на бюджетных вариантах. Но Анатолий сделал действительно реальную конфетку, фотографии, мы вам покажем. Анатолий планировал заработать 10 тысяч, да, вместо месяца два месяца прошло на реконструкцию. Сколько ты заработал? Ну, в итоге я фактически не заработал, потерял порядка двух тысяч, но по факту продажи квартиры, оглядываясь назад, скажем, оценивая результаты, скажем так, я обошелся малой кровью. То есть, для себя я понял то, что это, скажем так, в некотором смысле обучение, вхождение в новую жизнь, практика, да. Именно своими шагами, своими действиями я пытался разобраться в этой действительности. Ну, то есть, учеба на практике заняла два месяца, за чистыми деньгами было вложено две тысячи, правильно? Две тысячи минус и плюс два месяца работы. Работал, Анатолий, по 12 часов, ты говорил, да? Да. Работал по 12 часов, даже если мы по часу рассчитаем чернорабочую, вот в такую работу совсем, то есть, к двум тысячам прибавим еще два месяца из жизни, которые были вложены именно вот в ремонт, и вот эти вот силы, понимаете, грязь, пот, кровь. Вот две тысячи и плюс два месяца работы. 12 часов, без выходных, в жаре. Вот столько стоило обучение на практике. Дальше история следующая. Я получаю звонок от Анатолия. Кстати, где ты нашел мою страничку, да, где ты нашел школу? Ну вот, на Оксану я вышел совершенно случайно в интернете, после того, как я продал свою студию, и появилась явная необходимость в консультациях, чтобы уже в следующий раз не набивать синяки механическим способом, а изучить этот рынок более глубоко и понимать, как он функционирует, исходя из местных реалий и особенностей. В итоге на социальных сетях я в своих поисках нашел Оксану Майкову. На Фейсбуке, кстати, мы есть и на Фейсбуке, и ВКонтакте. На Фейсбуке. И ознакомившись с ее страницей, с ее интересами, посмотрев, что она предлагает, через Фейсбук я посетил сайт ее школы, профессионального покупателя. Что меня сразило сразу на повал и что зацепило, это я был просто сражен. Это интеллектуальная карта, которая имеет достаточно объемную информацию и в краткой форме, скажем так. Ребята, интеллектуальная карта, она бесплатна. Она предлагается на нашем основном сайте, оксанамайкова.ком. Пожалуйста, заходите, скачивайте, и пусть эта потрясающая инструкция даст вам, откроет вам дверь в дальнейшее обучение. Хорошо, бесплатная карта, все есть, вроде как она очень хорошо расписана, разложена. Почему школа? Почему ты решила платить обучение? Ведь это же платное образование. Пока, скажем так, я проходил механическое обучение, физическое обучение, нас потыкался на несколько подводных камней. С подводными камнями самому справиться сложновато. Поэтому я решил сначала получить консультацию у Оксаны Майковой, поговорить по скайпу, чтобы оценить, скажем так, насколько мои ожидания, насколько мои вопросы получат необходимые мне ответы. На самом деле происходит следующее. То есть Анатолий проверял экспертность, так как уже был опыт. То есть это человек не просто откуда-то там, да, с мечтой. То есть человек набил шишки, и 90% учеников нашей школы – это люди, которые потеряли деньги. Реально потеряли, и не 2 тысячи, и не 2 месяца каторжного труда. Люди вкладывают, и потом не могут это ни продать, ни сдать в аренду, никакого дохода получить не могут. По тем ошибкам, которые мы также разбираем подробно, бесплатно на сайте школы. То есть для этого была создана программа обучения. То есть и Анатолий звонил для того, чтобы проверить экспертность, правильно? Да. Сколько я ли это пишу, или может быть кто-то другой, да, умный? Потому что повторять ошибки уже совершенно неохота. Абсолютно, абсолютно. И хочется идти вперед и все-таки зарабатывать деньги. В результате общения с Оксаной я записалась на первый курс ее школы, который, скажем, придал мне уверенности в том плане, что все здесь реально и все здесь работает. К тому же в таких прекрасных условиях почему бы не работать? Все это в удовольствие. А почему второй курс? Ведь второй курс полностью посвящен аренде. То есть как сдавать квартиру в аренду, но, в принципе, в твои планы это не входило. Приезжая с одной мыслью, жизнь показала, что надо немножко шире смотреть на жизнь, и поэтому рассчитывать только, скажем, на продажу. Почему бы не посмотреть остальные варианты, что они мне дадут, и разложить все плюсы и минусы. Поэтому я пошел, второй курс для меня был интересен в том плане, чтобы покупать очередную недвижимость. Мне было интересно знать, то есть, скажем, рассчитывать, я могу ее продавать, сразу продать, или поставить, допустим, в аренду, чтобы отбить какие-то деньги. Почему бы нет? Поэтому, скажем так, в данной ситуации лишние знания, полученные от квалифицированного специалиста, скажем, от эксперт, они никогда лишними не будут. Лишними знания не бывают. И деньги всегда хочется зарабатывать. Не просто сами они не размножаются. Поэтому школа и дала то понимание ситуации, при котором я уже пошел с более твердой покупкой, походкой за покупкой вот этой квартиры на террасе, которой мы сейчас с Оксаной находимся. Ну, вообще, вот все время продолжения школы, продолжения обучения, Анатолий приходил вечером в класс, а днем воплощал то, что мы изучали. То есть мы изучаем, он идет, и на практике это проходит, и в домашних заданиях уже выкладывает свои практические знания. Не факт, что каждый должен приехать в Испанию и проходить школу конкретно здесь. Наши ученики, ну, то есть все ученики наши проходят обучение онлайн. Анатолий тоже проходил онлайн. То есть есть возможность для маневров. Вы можете заранее подготовиться, можете готовиться вот накануне приезда, как угодно. То есть это остается с вами. Дополнительный материал, да? Рабочие тетради. Ну, по поводу дополнительных материалов, здесь, конечно, это все разложено. Но нет смысла придумывать то, что уже, скажем так, создано, и оно есть, существует в природе. Зачем фантазировать, тратить время? Тратить время надо на то, чтобы идти и зарабатывать. То есть ты хочешь сказать, что наши теоретические материалы, это порядка 40 рабочих тетрадей, и видеозаписи мы тоже все сохраняем. Я беру еще чек-листы, книжки и все остальное. То есть теоретический материал всегда остается с вами. Скажи, самое, вот практически, что тебе помогло? Вот какой-то модуль, может быть, может быть, какой-то курс на тебя произвел впечатление? То есть что для тебя было, школа? Ну, очень сильное впечатление произвел курс влияния и убеждения, поскольку это… Секреты профессиональных переговорщиков. Да, секреты, поскольку вещь крайне необходимая. То есть это настолько произвело впечатление, поскольку общение… Что тебе это дало? Общение с риэлторами – одна из важных частей при действии на рынке недвижимости. Правильно общаться и правильно слышать то, что тебе говорят риэлторы. У каждого задача заработать денег. Риэлторы хотят заработать денег, и я хочу заработать денег. Кто из нас поборет друг друга в этой борьбе за деньги? В итоге, пройдя курс влияния и убеждения, появилась уверенность в общении. Просмотрев несколько квартир и пообщавшись с различными риэлторами, уже замечаешь некоторые детали, которые позволяют тебе более детально оценивать недвижимость, которую предлагают, и уже подводить под вопросы о возможных подводных камнях, поскольку чем больше ты знаешь и чем больше ты понимаешь, тем больше шансов сделать правильную сделку. Купить самое важное от правильной покупки будет зависеть дальнейший бизнес, продажа и все остальное. От правильных вложений будет зависеть соответствующий доход, на чем мы концентрируемся. Все верно. Поэтому риэлторы, скажем так, хорошие, общительные люди. Про это ничего, скажем, нельзя возразить. Но когда риэлтор понимает твой конкретный интерес, он общается с тобой по-другому. То есть он уже где-то выдает информацию, которую мог бы придержать в кармашке. Поэтому вот эти вот секреты, именно на что надавить и где поднажать на риэлтора, здорово помогает. Ты чувствуешь себя риэлтором теперь? У нас школа называется «Сам себе риэлтор», «Сам себе риэлтор», то есть где мы открываем те секреты, которые вам ни один продавец не расскажет. Ты чувствуешь, что ты знаешь эти секреты и можешь использовать их для себя в свое благо? Ну вот, конечно, именно вот эта квартира, она как раз для меня, скажем так, намного симпатичнее в некотором смысле, в том плане, что я знаю, что я с ней хочу сделать, я знаю, что я с ней буду иметь, и я знаю, опять же, когда придет время продавать, сам процесс продажи, как его организовать так, чтобы продать более выгодно и более быстро. Ну, то есть, ребят, начинать подготовку нужно до момента, до того момента, как вы вложили деньги, то есть чем Анатолий и занялся перед этим объектом. Смотрите, подписывайтесь под видео, подписывайтесь на канал, где мы будем рассказывать всю историю Анатолия от начала до конца, что же у нас с этой квартирой получилось, то есть полный отчет мы вам дадим. Также в социальных сетях можете нас найти, про интеллектуальную карту, про которую Анатолий говорит, да, про эту чудо-карту, она в бесплатном доступе на нашем основном сайте оксанамайкова.com. То есть мы вас ждем, мы с удовольствием будем с вами общаться. Опять же, вся информация по школе, вся подготовка идет, мы школу развиваем, у нас появляется новый опыт. Теперь у нас, видите, другой уже есть проект. Мы не просто покупаем квартиры, мы теперь их ремонтируем и продаем. И это спасибо Анатолию в том числе, то есть первая ласточка. Спасибо вам, спасибо вам, Анатолий. И следите за нами на YouTube, на Facebook, где угодно. Мы с вами, мы всегда рады помочь. Оксана, спасибо. Пожалуйста, Анатолий, спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Все прошарковались. Смотрите на следующих видео. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»